Если вы откроете любой список самых снежных городов мира, то удивитесь, что города России тут обычно не включены. Но на планете есть множество мест, которые по праву считаются одними из самых заснеженных. В японском Аомари невозможно зимой выйти из дома, не вооружившись лопатой. В той же Японии, в Саппари, проводят фестиваль снежных фигур. В Шамани, во Францию, едут все любители лыжных видов спорта. А один из американских городов даже несколько лет подряд получал награду «Золотой снежок». Какие еще города являются самыми заснеженными и чем еще они примечательны? Несмотря на то, что именно наша страна чаще всего у иностранцев ассоциируется с холодами и снегом, наибольшее количество снега выпадает вовсе не в России, а в Японии. В этой горной стране в некоторых поселках снежный покров зимой может достигать 18 метров в высоту. Первое место по снежности в стране восходящего солнца занимает северный город Аомари. Каждый ноябрь в город проникают обильные снегопады, вызванные холодными сибирскими ветрами. При этом местный снег не совсем обычный. Он соленый, поскольку образуется от морской воды. У каждого местного жителя есть целый набор лопат. Потому как в зимний период со снегом бороться приходится почти постоянно. Нередки и случаи того, что снегом заметают двери и окна. Тем не менее, город популярен среди любителей зимних видов спорта. И не только. Помимо того, что здесь идеальное снежное покрытие для лыжников и сноубордистов, в этих краях также одни из самых вкусных и свежих морепродуктов. Фирменное блюдо здесь – ноккедон, представляющее собой рис с различными добавками, которые можно выбрать самостоятельно и отведать тунца, осьминога или даже морского ежа. Второй город также японский – Саппора. Он по праву считается одним из самых снежных. Ежегодно здесь проводится фестиваль ледяных скульптур, он же снежный фестиваль Юки Мацури. Традиция проводить недельный фестиваль скульптур из снега возникла еще 17 лет назад, когда старшеклассники одной из местных школ соорудили несколько фигур животных. Жители города настолько вдохновились, что с тех пор в начале февраля каждый год стали сооружать нечто подобное. Город не такой известный, хотя и входит в пятерку самых крупных в стране. О нем, однако, упоминал японский писатель Харуки Мураками в своей книге «Дэнс, дэнс, дэнс». Там главный герой произведения отправляется именно в Саппоро. Здесь тоже есть своя особенная местная еда – карри суп или миса рамен, что в заснеженном месте идеально, потому как помогает согреться. Шамони, Франция И в Европе тоже есть место, где вы сможете окунуться в атмосфере зимней сказки. На высоте 1035 метров у подножья Монблана находится французский город Шамони или Шам, как его ласково называют местные. Расположение города довольно выгодное. В 88 километрах от него находится Женевский аэропорт, а до итальянской границы всего 15 километров. Одна из местных достопримечательностей – горная вершина Агюи-Дюмиди, что с французского значит «полуденный пик». Такое название она получила из-за того, что если смотреть на пик из Шамони в полдень, солнце оказывается прямо над этим пиком. А вот самого Агюи-Дюмиди на высоте в 3777 метров можно полюбоваться швейцарскими, французскими и итальянскими Альпами. А также можно сесть на поезд до Мер-де-Глас ледника французских Альп. Сиракюс, США Американские сиракузы несколько раз выигрывали премию «Золотой снежок», представляющую собой ежегодную награду, которую вручают городе в штате Нью-Йорк, где выпадает наибольшее количество снега. Кстати, отчасти город снежный еще и благодаря залежам соли, которые были обнаружены в 1786 году. Таким образом, город тогда стал центром солеварения. Откуда и пошло название. Итальянский город Сиракузы тоже в свое время был окружен солью, а также выполнял роль центра солеварения. Прогуливаясь по улочкам американского Сиракюса зимой, можно словить ощущение, что вы находитесь на съемках рождественского американского фильма. Кстати, о фильмах. Здесь родился актер Том Круз и учился Ричард Гир. Сагеней, Канада. Город в канадской провинции Квебек. Получил свое название в честь королевства Сагеней, жителями которого были люди с белой кожей и светлыми волосами. Предположительно, это было временное поселение скандинавов. На сегодняшний день в городе проживает около 150 тысяч человек. И на самом деле, кроме как купаться в снежных сугробах или пить снеговиков, здесь особо заняться нечем. Сам же город в основном занимается лесопереработкой. Это основная отрасль развития городской экономики. Но иногда снега настолько много, что работа встает. Ротенбург на Таубере, Германия. Еще один европейский город, сохранивший архитектуру средневековья, который позволяет почувствовать себя главным героем рождественской открытки. Город даже называют столицей немецкого Рождества. Когда начинаются рождественские ярмарки, гуляющие по улицам пьют глинтвейн, поют песни, принимают в подарок бумажки с предсказаниями и пожеланиями от случайных прохожих. Есть в городе и так называемая Рождественская деревня, которая представляет собой несколько соединенных друг с другом домов, внутри которых расположился магазин и рождественский музей. В музее можно полюбоваться различными елочными украшениями, среди которых не только немецкие современные, но и из других стран и эпох, в том числе и из СССР. Друзья, это была наша шестерка самых заснеженных городов мира. А теперь посмотрите за окно и скажите, можно ли ваш город назвать поистине снежным и зимним. Если вы считаете, что есть российские города, которые несправедливо мы не включили в наш список, обязательно поделитесь своим мнением. И заходите на наш второй канал, где мы рассказываем о зарубежном образовании. Смапс Эдюкейшн. You're very welcome. Увидимся в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok